Сегодня, на мой взгляд, очень интересная тема, и мне жаль, что об этом редко кто говорит в YouTube. Вот я пользуюсь такой возможностью. Может быть, вы даже в курсе, а если нет, то я сейчас вам сообщу, что существует весьма полезная, мне кажется, инициатива российских ученых и сайта и канала Антропогенез.ру. Это вручение так называемой премии ВРАЛ или ВРАЛЬ, как мне больше удобно это произносить. Переводится это слово следующим образом. Вруническая академия лженаук. Ну и очень подходит под слово ВРАЛ, то есть, ну, обманывал. Одним словом, членами этой престижной премии становятся лица, сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку и псевдонауку, а также пропагандирующие антинаучные идеи. Я практически уверен, что это уникальная инициатива, потому что ничего подобного я не встречал. Ну, например, в Германии абсолютно точно такой премии нет. Нет, хотелось бы знать, есть ли нечто подобное в других европейских странах, но это было бы, наверное, заметно. То есть, происходит это обычно через некоторое время после вручения Нобелевской премии. Ну и, если вы вдруг не в курсе, во-первых, первое, что я могу сказать, это, конечно, ознакомьтесь или еще лучше подпишитесь на сайт Антропогенез.ру. Этот сайт занимается распространением науки. Там вы найдете очень много интересных статей, часто как раз-таки разрушающих общепринятые мифы и шаблоны. Я давний подписчик этого канала. Хотел еще и в прошлом году рассказать, потому что в прошлом году лауреатами этой премии стали люди, которые мне очень близки, в кавычках. Я переживал изо всех сил за одного человека. Мне очень хотелось, чтобы он победил, но он занял всего лишь второе место. Вот он. Давайте ему поаплодируем. Итак, это псевдоученый и псевдоисторик, конечно же, Евгений Понасенков. Я делал о нем, кажется, два или три ролика. Связано это было с его конфликтом с историком Олегом Соколовым и его очень некрасивым поведением. Кстати, если вдруг вы не в курсе или вы член секты Евгения Понасенкова и от вас эту информацию скрывают, так вот, Олегу Соколову удалось выиграть судебный процесс против Евгения Понасенкова. Тот принес ему публичные извинения и оскорбляющие ролики удалил. Если вам хочется знать подробности, пройдите по первой ссылке под моим роликом на дополнительный канал ШТАРК-2. Там я подробно рассказываю об этом конфликте. Ну, ученые, наука победила. Правда, не удалось, конечно, изъять тираж книги псевдонаучного труда Евгения Понасенкова. Было приятно, тем не менее, что его номинировали. Кроме него, в финал того 2018 года вышли еще два весьма интересных человека. И каждый, конечно, заслуживает своей премии в РАЛЬ. Это Сергей Савельев, доктор биологических наук. Наверняка уверен, что очень многие слушают его псевдонаучные ролики на YouTube. Я как-то пару раз, слушая его, сразу заметил, что он отличается такими шовинистическими, националистическими, расистскими предрассудками. Ну, например, он говорит, что мозг чернокожего человека меньше, чем белого. Или мозг женщины меньше весит, чем мозг мужчины. Это, кстати, естественно, потому что, ну, женщины просто меньше. У них и череп часто по размеру меньше. Он призывал сортировать людей в соответствии с индивидуальным строением их мозга. Ну, то есть, это уже вот такие чисто фашистские призывы. При этом Савельев говорит, что это связано с умственными способностями. Конечно же, это псевдонаучное утверждение. За это он был номинирован на эту премию. Второй просто великолепный кандидат – это Герман Стерлигов, всем известный. Опять же, человек, который занялся выпуском своей собственной российской истории, ну, не имея никакого исторического образования. Он пропагандирует радикально-экологический образ жизни, считает театр, кино, школой дьявола, книги, художественную, научную литературу точно так же, кроме религиозной. Вразждебно относится вообще к ученым, предлагает их вешать на столбах и тому подобное. Наверняка вы слышали. Он, к сожалению, свою премию не получил. Что же было в 2018 году? Почему не победил ни Стерлигов, ни Савельев, ни Понасенков? Потому что в том году был номинирован один человек, мало, очень малоизвестный, но этот человек приносит гораздо больше зла, чем все эти трое вместе взяты. Это господин Олег Эпштейн. И он как раз и стал лауреатом премии в РАЛЬ 2018 года. Долго думали, кому отдать первую премию Понасенкову или Эпштейну, но решили все-таки за Эпштейна, потому что книга Понасенкова, она, конечно, псевдонаучный труд. Он назвал ее первым научным историческим трудом о войне 1812 года, а по сути занимался элементарным плагиатом. То есть он там списывал работы ученых, работавших до него в этой тематике, и выдал все это в конечном счете в такой одной очень большой и раздутой книге. То есть присвоил себе, грубо говоря, все лавры, не являясь, кстати, даже историком. Ну а Олег Эпштейн, дело в том, что он гомеопат. Вот это то, против чего сейчас борется научное сотружество Российской Федерации. Во всем остальном мире или конкретно в Европе гомеопатия запрещена. Она признана официально псевдонаукой, потому что действительно в гомеопатии нет никакой пользы, и гомеопатия – это неэффективный метод лечения. То есть, проще говоря, люди, выдающие себя за гомеопатов, вот так красиво называющие себя таким странным словом, на самом деле занимаются самым обыкновенным шарлатанством. И так как их деятельность связана непосредственно со здоровьем людей, то есть они могут нанести реальный вред конкретным людям, поэтому именно Олега Эпштейнова, мало кому известного, и наградили этой премией, чтобы, так сказать, информация об этом была распространена. Я, к сожалению, тогда, в 2018 году, хотел делать отдельный ролик и даже уже собирал информацию, но потом по какой-то причине, скорее всего, по причине здоровья, не успел выпустить его вовремя. Поэтому в этом году вот рассказываю о том, что было тогда, и, конечно же, расскажу о нынешних кандидатах премии в РАЛЬ. Итак, давайте посмотрим этих замечательных людей. Каждый по-своему, я считаю, просто достоин премии. Жалко, что их очень много. Хотелось бы за каждого буквально проголосовать, ну а так приходится делать очень серьезный выбор. Давайте поговорим о каждом отдельно, и я расскажу, за кого лично я проголосовал в этот раз. Буквально коротко, потому что их очень много. Итак, первый это Виноградов Михаил Викторович, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии. Утверждает, что является автором 150 монографий, однако найти их крайне затруднительно, ну то есть, понимаете, фактически невозможно. Для СМИ стал незаменимым экспертом на тему парапсихологии и экстрасенсорики участвуют во всех сомнительных телепередачах. А вот за что его номинировали. Цитата Виноградова. «Я часто на своих лекциях сравниваю человека с мобильным телефоном. Корпус – наше тело, сим-карта – наша душа, аккумулятор – дух. Чем более мощный аккумулятор, тем более мощный дух проживает в этой коробочке, в этом теле. Но есть еще один момент. Каждый корпус имеет определенную метку, и даже если сим-карту вынули, то установить сигнал с корпусом можно. Поэтому если человека убили, от его тела идет сигнал, или от того, что осталось от тела, душа отлетела. Это установленный факт, а вот где тело, можно найти даже спустя длительное время. Но это намеки на вот эти ведьмины-шабаши с экстрасенсами о теле, о духе, витающем вокруг тела и прочей билиберде. Второй – Горяев Петр Петрович, кандидат биологических наук, создатель теории волнового генома, согласно которой информация в ДНК содержится в виде волны. Он утверждает, что волнами закодированной информации можно лечить от спида, рака и других болезней. Его цитата. Телегония – это влияние первого мужчины на всех последующих детей, рожденных данной женщиной. Этот мужчина может умереть, уйти. Он может быть разных национальностей, может быть негром, евреем, кем угодно. Все последующие дети от этой женщины будут неизбежно в той или иной степени походить на этого первого мужчину. Поэтому институт девственности поддерживался нашими предками всячески. Вот такая вот псевдонаучная ахинея. Конечно же, телегония – это высосанная из пальца проблема. Она, естественно, не существует. Никакой первый переспавший мужчина не станет отцом всех последующих детей той женщины, с которой он переспал. Это бред. Человек-ученый, который утверждает нечто подобное, заслуживает своей позорной награды. Третий, ну, это всем известный российский фашист Дугин Александр Гельевич – философ, политолог, переводчик, социолог, общественный деятель. У него очень-очень много различных регалий. Но вот его цитата, за которую ему решили вручить премию. «Науки придумали прямые предки глобалистов». Пол Фаер Аббенд убедительно доказал, что просветители, и особенно Галилею Галилей, все свои опыты подделали. Наука основана на пиаре, внушении и подделках. Кроме прочего, он утверждает, что развитие космонавтики есть вещь богомерзкая и постыдная. Это классическая глобалистская утопия, превосхищающая приход антихриста. Космос – это иллюзия. Надо быть верным Христу и русской земле. Не одобряю заигрывание патриотов с модернизацией. Добром это не кончится, утверждает фашист Александр Дугин. Следующий – это Жданов Владимир Георгиевич. Российский общественный деятель, председатель Союза борьбы за народную трезвость. Это известный всем трезвенник. Нет, все бы неплохо борется за трезвость в России, в стране, где это действительно необходимо. Но кроме всего прочего, он также бредит телегонией и, например, бредом раздельного питания и гомеопатии. То есть, понимаете, все эти люди с заморочками, у них обычно все это идет очень комплексным. Это заметно на известном персонаже Будильни, где просто поражаешься, ну, не одному, двум, а таким толпом тараканов. То есть, как правило, эти люди, вот если они одним чем-то заражаются, ну, вот такой вот псевдонаучностью, я бы сказал, то там поселяются все виды лженаучных представлений. Его цитата. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Они брали сосуд. В этот сосуд наливали виноградный сок и запускали внутрь сока дрожжевых бактерий. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у нее глаз, вот у нее рот, вот она поедает сахар, а сзади у нее из-под хвоста, из клоаки выходит этиловый спирт. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Вот так заявил господин Жданов Владимир Георгиевич. Алкоголь есть моча дрожжевых бактерий, а у бактерий есть даже клоака, задний проход и так далее. Ну, в общем, феноменально, конечно. Вот эту гражданку я совсем не знаю, познакомился с ней буквально на страницах сайта. Это Зубарева Наталья Александровна. У нее есть Инстаграм, как нам сообщает интернет, с двумя с половинами миллионами подписчиков. Вот это удивительно. Чем больше человек фрик, чем больше, ну, как бы фигни он несет в этот мир, тем обязательно он будет больше популярен по сравнению с остальными. Она врач-терапевт, кардиолог, называющий себя эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом. Вот так. Она автор множества же научных книг, продающихся огромным тиражом. Ее цитата, это вот плюс ко всему, как она себя называет, вот что она пишет. «Щитовидка — центр между физическим телом человека и его горловинной чакрой, энергетическим центром. Она определяет, насколько человек способен управлять своей жизнью, нести за себя ответственность и принимать решение жить так, как диктуют его собственные желания и предпочтения. Вот почему щитовидная железа попадает под удар первой, когда человек живет не своей жизнью, но уже смирился с этим и махнул на себя рукой». Понятно? Вот если вы махнули на себя рукой, щитовидка вам даст об этом знать. А самое главное, она связана с горловинной чакрой, не забывайте об этом. Ну, если вы, конечно, в это верите. Следующий уже был номинирован Клёсов Анатолий Алексеевич. Тоже жду, когда же он, наконец, получит свою заслуженную премию. Человек, открывший новую науку. Автор ДНК генеалогии, изучающий миграции и популяции генетическую историю человечества. Ну, и, конечно же, в его истории, ну, как вы думаете, основополагающий народ всех народов, давший основу всем языкам на этой земле, создавший все самые крупные мировые памятники, и, конечно же, российский народ. Вообще, русский язык по его теории лежит в основе всего. Ну, это такой Михаил Задоронов только в научной среде. Вот что он пишет. Нормандская теория, за которую уже более 200 лет держится Российская Академия Наук, опираясь только исключительно на интерпретации, унижает русский народ и искажает его историю. Стремление узнать честную историю своего народа и получило несколько лет назад название «научный патриотизм». Вот еще только научного патриотизма не хватало. База научного патриотизма – моя ДНК-генеалогия в содружестве с сопряженными с ней науками. В этом отношении роль к ДНК-генеалогии не только в получении нового знания, но и в верификации, интерпретации сопряженных наук, часто оказывающихся, по сути, фантазийными, необоснованными, не выдерживающими перекрестной проверки данными ДНК-генеалогии. Ну, в общем, вся эта словесная белиберда сводится, в общем-то, к нацистским лозунгам о том, что русский народ был основателем всех остальных народов. Не подтверждено ни одним научным сотрудничеством, но Клёсов продолжает утверждать и его часто приглашают на российские передачи. Ну что вы, ученый? Ну, раз уж ученый это говорит, то наверняка-то ему можно доверять. Седьмой кандидат – это Кунгуров Алексей Анатольевич, альтернативный историк. На этом можно было бы уже все закончить. Альтернативный историк. Это тот, кто не верит в историю и придумывает свою историю. Ну, самые известные, как вы, наверное, знаете, Носовский и Фоменко. Ну, на мой взгляд, это психически нездоровые люди. Ну, или, скажем так, два фантазера. Они не единственные в своем роде. И вот есть еще Кунгуров Алексей Анатольевич. Он еще и конспиролог, к тому же бывший военный. Например, утверждает, что в начале XIX века была ядерная война. Да, никто не заметил, но вот она была, он точно в этом уверен. Средневековые доспехи невозможно сделать без кузнечно-прессового оборудования. Ну, как бы везде давно доказали, что возможно, но вот в его голове это не укладывается. Атланты Эрмитажа сделаны из геополимерного бетона. До XX века, по его представлению, в мире не было других государств, кроме, ну, как вы думаете, конечно же, государства общероссийского. То есть это точно такой же человек, зараженный научным российским патриотизмом, как и Клесов. Его бессмертная цитата. Если внимательно посмотреть по странам, то можно заметить очень много удивительных вещей. В Петербурге можно заметить здания, которые мы не умеем строить сегодня. У нас сегодня нет необходимых технологий, а 300 лет назад они были. Вот такая вот чушь. Конечно, это ерунда. Любое здание можно построить и повторить. Другой вопрос, для чего это делать? Ну, раньше существовала своя мода, свои предпочтения в архитектуре, но на самом деле построить то, что уже построено, могут, конечно, все в любой точке земли. Стоит только захотеть. Восьмой – это Миломанов Роман. Вот посмотрите на этого красавчика. Я уверен, что сейчас очень многие женщины просто умиляются. У него такая типичная эстрадная внешность. Он популярный блогер, этот товарищ. Двести тридцать тысяч подписчиков. Это вам не просто так. Восемьдесят одна тысяча подписчиков на Инстаграме. Люди с интересом наблюдают за жизнью Милованова Романа. Кто он? А он у нас сыроед. Ну и дальше по списку. Все то же самое, что и у пришибленного дебильника. Антипрививочник, ВИЧ-диссидент, плоскоземелец. Вот у них все это идет комплексно, в одном пакете. Он рассказывает своим подписчикам о том, как жить и правильно питаться. Попутно пропагандируя конспирологические теории. Естественно. Раз вы питаетесь нормально, это вас заморочили. Вас подсадили на наркологическую иглу. Вот когда вы освободитесь, когда вы перестанете быть наркоманами, вы перейдете на морковку и помидоры. И тогда, наконец-то, вам откроются другие миры, наполненные нелюдями, тварями, анунаками и прочими таинственными существами. Он рассказывает, что в коровьем молоке содержится гной корови. Мясо вызывает рак, что тоже неправда. В больницах людей убивают, убийцы, врачи занимаются этим. Прививки – это зло, понятно, прививать никого не надо. Кругом обман все, все обманывают вас, особенно врачи. Ни в коем случае не обращайтесь к врачам, если вы подписчик Милованова. Ну и земля, естественно, плоская, то есть там все понятно. Таких дураков сейчас в интернет-пространстве очень много. Мне жаль, конечно, обманутых им людей. Единственное, во в чем я уверен, что этот человек не является сыроедом, а он выдает себя за сыроеда. Это очень модная тема, которую многие начинают эксплуатировать. Потому что сыроеды, те, кто на самом деле пришибленные, они выглядят вот как дебильник. У них проблемы с зубами, с деснами, желтый цвет лица, они страдают множественными болезнями. И очень быстро загибаются. А здесь парень цветет и пахнет, как вы видите, и выглядит отлично. Поэтому, скорее всего, он подъедается. Вот очень многие сыроеды подозревают Милованова в том, что он не является настоящим строгим сыроедом, а просто использует эту тему для раскручивания своего образа и, возможно, продажи своих псевдонаучных книг. Ну и девятый, конечно же, радость какая, что его тоже заметили. Стариков Николай Викторович, те, кто активны в теме политика, те наверняка знают этого человека. Это такой патриот, патриот, ну совсем патриот. То, что он несет, конечно, ни на одну голову не оденешь. Если вы когда-то сталкивались с его идеями, свихнулся на базе всеобщего британского заговора. Его основная фишка – это англосаксонский мир, который имеет свои особые планы против всего человечества. Ну вот цитата. Все эти движения – хиппи, панки, ровно как и новые музыкальные группы – были придуманы в одном и том же отделе британской разведки. Гитлер был пешкой в игре Запада против русского народа. Адольф Гитлер был приведен к власти Лондоном, конечно, а также Вашингтоном и в меньшей степени Парижем. Это был некий цепной пес, которого вскормили с одной целью нападения на Россию. Интересно, правда, Гитлер воевал с Великобританией и считал Черчилля своим персональным врагом, но вот оказывается, они были из одной британской шайки. Ну и десятая дамочка, тоже мне малоизвестная, Филатова Екатерина Юрьевна. Инстаграм больше 400 тысяч подписчиков. Ну как всегда, как какая-то ненормальная, обязательно очень много подписчиков. Натуропат, представьте, пропагандирующая, альтернативную медицину. Ну, кто бы сомневался. Отказ от прививок, естественно. Традиционное лечение заболеваний травками, естественно. Живет за пределами России, медицинского образования не имеет. Но это ей не мешает проталкивать ее идеи. Представляется универсальным специалистом. Она излечит вас от любых болезней. Только обратитесь к ней, и она вам даст ценный совет. Еще раз, не имея ни малейшего медицинского образования. Призывает онкобольных отказываться от химиотерапии. Естественно. Но есть же очень простые методы. Перейти на подножный корм, на сыроедение. Загнетесь быстрее. Но это не важно. Главное быть особенной. Вот представьте, какую чушь она несет. Мы проходим сейчас определенную ступень своей эволюции, как вид коллективное повышение уровня наших вибраций. В этот момент очень важным становится посмотреть в глаза нашей теневой стороне, той грязи и тем ограничениям, которые мешают каждому из нас реализовать свой наивысший смысл, быть светом, быть в любви, быть осознанным, быть на высоких вибрациях. Но в абсолютном большинстве вы не справляетесь сами. Вам нужен катализатор, который под давлением вызывает в вас необходимые процессы, чтобы этот внутренний свет зажегся и засиял непрерывно. Ну, дальше я догадываюсь, что, наверное, катализатором является она за некоторое денежное вознаграждение. Вот такие замечательные кандидаты. Ну, так как ролик получился уже очень длинным, я, тем не менее, не жалею. Я уверен, что каждого человека достойно было упомянуть в этом ролике. И мы слишком мало знаем об этих героях, а ведь они действуют в нашем информационном пространстве, сеют свои ядовитые семена. Ну и в конце то, что я обещал. Я очень долго метался между этими кандидатами. Хотелось и за Старикова проголосовать, и за Виноградова, и за Клёсова, конечно, мною глубоко любимого. Ну, а Дугин – это просто душка. Тем не менее, я проголосовал за, конечно же, Милованова Романа. Потому что он молодой, у него большой канал, и этот человек может нанести еще много зла до тех пор, пока состарится. Ну и весь пакет, естественно, он по каждому из своих представлений заслужил отдельную премию в РАЛЬ. Последнее, что мне хотелось бы отметить, я очень сильно переживаю, что поздно вспомнил об этой премии. Вот в этом году в связи с санкциями на канал я мало обращаю внимания на YouTube, к сожалению, и уже вспомнил об этом, когда было поздно подавать заявки на своих собственных кандидатов. Пожалуйста, передайте Фролову Юрию Андреевичу, ведь я сделал о нем несколько роликов, и на этом, конечно же, не остановлюсь. Будет продолжение уважаемый, вернее, неуважаемый Юрий Фролов. В следующем году я специально записал себе в дневнике, если все будет нормально со мной, я обязательно в начале сентября подам вашу кандидатуру и уверен, что вы достойно займете место среди этих псевдоученых, потому что столько зла, сколько вы нанесли, ой, ну это больше, чем, конечно же, Милованов Роман. Он просто трещит, а вы не просто трещите, вы еще и продаете разные там травки, мыла, масла, ну мы все, в общем-то, в курсе. Такой человек, как вы, обязательно должны быть отмечены настоящим научным российским сообществом. Так что, пожалуйста, если вы в курсе, передайте этот мой привет Юрию Фролову до следующего года, и если мой канал останется, буду призывать голосовать, конечно же, за вашу кандидатуру. Если мы хотя бы одного сыроеда прославим, это уже будет нашей маленькой победой. А мы будем наблюдать за вручением премии. Я думаю, что это очень интересное начинание, и русским ученым в этом смысле попутного ветра в их паруса, чтобы светлый корабль науки двигался, конечно же, к торжеству знаний, настоящих, истинных. И будем наблюдать, кто же в конечном счете станет лауреатом 2019 года. Пока!